Тайфун Гони Я думаю, что с нашим фестивалем V-Rocks, рок Владивостока, мы его называем по-русски, имея в виду все значения слова рок. У него определенно своя уникальная миссия, и вам не нужно делать какие-то тяжелые шаги в этом направлении. Стоит только посмотреть и понять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Мы играем инди-рок-н-ролл, мы любим хорошее настроение, это наша философия. Хорошие вибрации и настрой. Мы хотим показать британскую музыку россиянам. Вы готовы? Вы готовы? Вы готовы? Вы готовы? Отлично! Так круто, давайте. Да, я был там, так и было. Всего-то 8, 9 или 10 часов полета, и мы тут. Мы играли на огромном количестве фестивалей у нас в Великобритании, еще в Голландии. И это для нас финальный в этом сезоне. Это для нас. Да, спасибо. Спасибо! Есть кинофестивали, есть театральные фестивали, музыкальные фестивали. Мне кажется, это первый такого формата. И, конечно же, это крайне позитивное начинание, потому что музыка, особенно музыка из различных стран, когда она собирается в одном месте, и особо приятно, что это происходит в России. Она объединяет людей, она носит в себе миротворческую функцию, она носит в себе созидательную функцию. И, конечно же, она повышает туристическую привлекательность города, потому что Владивосток, так или иначе, все равно по географическим соображениям находится на достаточном отдалении от центральной части России. Есть огромное количество россиян, которые в Владивостоке не были никогда. Это дополнительный повод для того, чтобы посетить этот прекрасный город. ВЕРОКС В Владивосток часто называют центром международного сотрудничества, и мы всегда в городе говорим, как мы близки к Японии, Китаю, Корее. Но во многих случаях это были просто слова. Мы очень слабо знали, например, ту музыку, которая есть в той же самой Японии или в том же самом Китае. И только теперь, с появлением фестиваля ВЕРОКС, мы ее начинаем по-настоящему узнавать. И вот в эти дни, когда проходит фестиваль, действительно город превращается в какую-то такую контактную зону, где проникают друг в друга разные культуры. И это великолепно. Я думаю, что ВЕРОКС, конечно, это главный фестиваль свободного порта Владивосток. Мы играем в рок, электронику. Достаточно экспериментальной музыки. Нам нравится так много групп. Герлана, Балет по мою Валентайн. Мамитроль. Вчера мы гуляли по городу. Посетили железнодорожный вокзал и поднялись на одной сопах. Здесь так много красивого и так много красивых людей. Это очень здорово. Здесь, на Дальнем Востоке, все находятся в равном положении. На ВЕРОКСе, когда относятся, они выступают как группы с именем, так группы и без имени. Это очень хороший способ учиться друг у друга, подмечать какие-то детали. В том числе делать для себя какие-то открытия. В том числе и открытия для публики. Потому что некоторые моменты прям очень странные, удивительные. Например, кто бы мог подумать, что инди-рок корейский понравится российской публике, дальневосточной публике. То же самое можно сказать про Second Hand Rose. Концерт был на ура, всем очень нравится. Я до сих пор слышу отзывы. И публика, и коллективы, мы все учимся друг у друга. Привет, это Ханни Алькатит из Лос-Анджелеса, Калифорния. Мы здесь для того, чтобы поделиться американской культурой, сыграть американский рок-н-ролл для жителей России. Я пытаюсь экспериментировать и смешивать различные направления музыки в один стиль. Мне сложно объяснить, что на меня повлияло больше или меньше. Я использую форму рок-музыки. Но понятие рок очень обширное и может проявляться совершенно по-разному. Так что я до сих пор исследую, что я играю на самом деле. Для американских групп совсем не просто доехать сюда в рамках своих гастролей. Потому что это не совсем то место, которое находится в стандартных маршрутах гастрольных уровнях. То, что мы смогли сюда добраться, это превосходная возможность для того, чтобы увидеть свою потенциальную аудиторию, завязать отношения с публикой, такого рода культурный обмен. Мы играли на многих фестивалях, но это первый опыт выступления перед большой русской аудиторией. Я думаю, что мы тут, чтобы делать то, что мы делаем. Играть рок-н-ролл, быть громкими и веселыми. Мои ожидания такие же, как и в любой точке планеты. Фок-н-ролл или любая другая музыка вызывает практически одинаковую реакцию у всех людей, куда бы вы ни отправились. Это удивительно. Действительно удивительно. Я очень впечатлен и рад этой возможности. Наверное, потому что я открываю для себя новое. Я думаю, первое, что я заметил, был прекрасный пейзаж на берегу моря. Я из Калифорнии, и у нас похожая линия берега и сопки. Напоминает Сан-Франциско. Не могу сказать, что я знаю этот город хорошо, потому что в основном мои приезды носили все-таки какие-то эпизодические характеры. Но, тем не менее, в этот город невозможно не влюбиться, потому что у него есть своя собственная атмосфера, у него есть свои неповторимые отличительные черты. И я всегда много раз говорил, что очень много городов России похожи один на другой. И так как я много ездил в туры с различными музыкантами, и города мелькают один за другим, и иногда вот эти все шутки про привет Новосибирск в Новороссийске, они носят под собой определенный характер. В Владивостоке невозможно ошибиться. Попадая сюда, ты сразу понимаешь, что ты находишься в Владивостоке. В моем представлении Владивосток и был создан для того, чтобы стать точкой взаимодействия различных культур, платформой для простого человеческого общения людей из России, всех стран Азиатско-Сихьянского региона. Там, где мы могли бы сами показать гостям, что реально происходит с современной российской музыкой, культурой и так далее. Узнать больше о своих соседях. Конечно, благодаря поддержке местной публики, стать хорошими и понимающими друзьями и партнерами во всех сферах нашей жизни. Владивосток – часть России, но также это часть Азии. Что я стараюсь донести в свои лекции? Рассказать о том, как азиатские фестивали перестают быть азиатскими. Они становятся событиями международного значения. Взгляните на Верокс. Здесь собрались люди со всего мира. США, Канада, Тайвань, Хитнам, Кыргызстан, Эстония. Я думаю, так и должно быть. Фестивали должны быть международными. В фестивальном движении Азия еще не такая передовая, как западные страны. У нас не так много фестивалей, влиятельных и коммерчески известных во всем мире. Так что здесь мы все вместе стараемся сделать что-то новое, что-то всемирное. Привет, я Кушерон. Здесь, на Вероксе, в Владивостоке. Я прилетел из Норвегии, чтобы сыграть вам. Сегодня выделся классный. Привет, я Кушерон. Я хочу, чтобы моя музыка была по-детски игривой. Я люблю использовать все, что мне нравится от разных стилей музыки. Электроник, хип-поп, музыки. Которая открывает вас заново ребенку. Которую вы можете одновременно и слушать дома, и отрываться на вечеринках. Да, я просто получаю удовольствие, оставаясь играющим ребенком. Потому что это и есть мести, если таковой есть. Фестиваль Верокс – это место встречи промоутеров, музыкантов, менеджеров, артистов. Для меня, как для промоутера бара, крайне важно увидеть артиста живьем, познакомиться с ним в неформальной обстановке. Для того, чтобы наладить контакт, который в дальнейшем помог бы нам более плотно сотрудничать, устраивать совместные выступления, выступления у нас в баре в частности. Приятная дружеская атмосфера фестиваля. Большое скопление творческих людей, которых я уже перечислил, крайне способствует этому. Привет. Меня зовут Шипси, а это Рэмси. Мы группа инструментов из лиги «Класси». Это наш первый визит во Владивосток. И здесь так интересно. Поразительно. Я работаю с группой инструментов с 2050 года, хотя занялись мы вопросами музыкального экспорта намного раньше. Но было действительно сложно, потому что опыта у нас не было, как и не было примера в Латвии, кроме группы «Брэйнстор». Она была первой группой, отправившейся за рубеж. Они не только выступали в России, но и принимали участие в фестивалях, шоу-кейсах по всему миру, и мы многому учились у них. Я думаю, мы просто хотим быть честными самими собой. Я думаю, что темы песен меняются от года к году. От месяца к месяцу. Так как меняется человек и идеи, которые важны тебе сегодня, кажутся уже не такими существенными через три месяца. Мы просто живые люди. Которые хотят высказаться. И если то, что мы несем музыкой, как-то резонирует с другими людьми, это замечательно. Очень важно помнить, что если ты талантливый и знаешь, что хочешь делать, вам придется не переставать стучать во все двери. И однажды кто-нибудь откроет, даже если у вас сейчас совсем нет денег и никаких связей. Я начинала с самого начала. Стучала в двери, отправляла письма, демо-записи. На сотню отправленных демо-записей я получала около трех ответов. Два из них были отрицательными. Один был, да, давайте это сделаем. Не переставайте пытаться каждый раз. Когда вам говорят нет, просто вставайте и говорите, да, я это сделаю. Просто продолжайте работать. Нам многое предстоит, но мы уже многое сделали. И мы просто хотим своим примером доказать остальным, что оно того стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Я был много раз в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь все кажется будто другой страной. Отлично это всех. Я узнала о Верокс пару лет назад. Вообще-то мы встретили Илью в Калифорнии. Мы участвовали в одном и том же фестивале, Culture Collide. И он рассказывал об этом фестивале. В тот момент все казалось нереальным, еще и потому, что Владивосток так далеко. Мы представить не могли, как это далеко. И он хотел пригласить нас в первый год, но мы не смогли, потому что нам нужно было найти средства на поездку, потому что это достаточно дорого. Мы откладывали по времени, откладывали деньги, и вот момент настал в этом году. В нашем путешествии нам помогло Латвийское агентство инвестирования и развития. У них есть программы для креативных компаний и музыкантов, во котором вы можете получить грант, и мы очень рады, что воспользовались этим. Мы счастливы быть здесь. Это новый фестиваль. Как я понял, ему только три года. Невероятно, что это только самое начало. Отличные звуки, площадка. Меня зовут Сергей Севастьянов. Я из города Томска. Я представляю жанр флютбокс на фестивале Verox. Флютбокс — это такое направление, это совмещение игры на флейте и битбокса. Ездили мы сюда, у нас тут весну, в мае. Фестиваль, то есть Российская студенческая весна. И выступал я здесь в музыкальном направлении, где Илья Логутенко был членом жюри. Заняв первое место в конкурсной программе фестиваля, был также еще вручен спецприз от Ильи Логутенко, то есть участвовать в фестивале Verox. Вот, собственно, тогда я и узнал об этом фестивале. Безусловно, это подготовка к Verox. До Verox у меня не было получасовой программы. Не вообще такого масштабного, что было бы цельного показать. То есть не было вообще. То есть это был определенный стимул и толчок к тому, чтобы сделать что-то такое объемное. Надо много работать, и надо много не лениться. Очень много не лениться. Тогда, мне кажется, все получится. Мне кажется, Verox может стать совершенно точно какой-то дополнительной визитной карточкой этого города. И очень хорошо, что все это происходит под патронажем и при непосредственном участии группы «Мумитроли» и Ильи Логутенко, который является не только для многих жителей России каким-то символом Владивостока, но и еще действительно, наверное, серьезным и очень авторитетным музыкальным экспертом в современном российском музыкальном бизнесе. И я себе представляю Илью как человека с действительно безупречным музыкальным вкусом, очень интересным музыкальным вкусом. Может быть, в чем-то специфическом и несоответствующем, например, моему представлению о музыке. Но тем не менее, все коллективы, которые я здесь посмотрел, которые мне удалось посмотреть, мне очень они понравились. Ну, именно с точки зрения музыкального эксперимента, в первую очередь. Совершенно неважно, в каком стиле они играют. Какую-то альтернативную восточную готику или экспериментальную электронику. Но это все точно совершенно уникальные коллективы. И, наверное, в другой ситуации у меня бы не было возможности познакомиться с их творчеством. Ну и кроме того, конечно же, это большой праздник для всех жителей города. И немаловажно, что праздник бесплатный. И это огромный мой поклон организаторам, что им удалось найти спонсоров, удалось найти финансирование и сделать это мероприятие бесплатным для всех посетителей. Всем привет! Это Верокс, мы on the go. Очень рады быть во Владивостоке впервые. И скоро выход на сцену. Мы очень жаждем этого, ждем, да. Привет, Владивосток! Мы on the go. Очень рады, наконец, доехать. Честно, хочется просто делать то, что нам нравится в первую очередь. Мы очень счастливы, что это находит отклик в сердцах людей, что мы можем, я не знаю, поехать на другой конец родной страны, да. И выступать здесь, это очень здорово. У меня, как человек, родившийся на Волге, водоем просто всегда подкупает. Особенно, когда все так масштабно. Ну, знаете, просто в Москве страдаешь. От того, что нет ни моря, ни даже речки, которую рекой можно действительно назвать. Верокс, спасибо, что ты есть для нас. Спасибо, что живой. Ладно. За отличную возможность впервые посетить Владивосток, узнать этот город, понять, что здесь происходит в культурном, музыкальном плане. Это очень важно и большое дело, держать эту связь. Рады быть частью этого. Спасибо. Фестивали, городские фестивали очень важны для целого числа городов. В Монреале, в Канаде, например, есть целая зона под названием «Квартир The Spectacles» – фестивальный квартал. Целая улица в центральной части города оборудована для того, чтобы принимать различные фестивали круглый год. Они построили сцены, налажены системы безопасности и защиты здоровья. Объединив небольшие фестивали в одном месте, они прекрасно этим рекламируют целый город. В австралийском Мельбурне также проводят несколько фестивалей подряд в центре города. Наша компания работает в разных городах и организовывает около 10 фестивалей по всему миру, включая Бильбао, Прагу и другие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, вам понравится. Я очень счастлива быть первым вьетнамским рэпером на V-Rocks. И это первый раз, когда на фестиваль приглашен рэп-артист. Я действительно ценю это, и для меня это такой особенный момент. Это мой первый раз в России. Это невероятно. Руки вверх! Я хочу, чтобы каждый сделал это. И все отвечали «Е!». Все руки вверх! И вы тоже. Все. Видите группу вон там? Я даже не знала, что русские могут быть такими крутыми. Я знаю, что они не понимают меня. Я читаю рэп на Вьетнаме английском, и они вряд ли понимают слова. Но какая разница? Один, два, три, вот мы идем! Один, один, Россия! Один, Радыбаста! Один, один, один! Я желаю Вероксу, самого наилучшего! Я была на многих фестивалях, и здесь ничуть не хуже, и хотелось бы, чтобы становилось лучше и лучше. Я бы еще приехала и в Москву, и в другие города, в России. Удачи, Вероксу! Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо большое! Субтитры сделал DimaTorzok Очень сложный вопрос отношений между фестивалями и государственными структурами разных стран. Очень сложный вопрос, но очень важный для создания крепких взаимоотношений между странами. Пригласить зарубежную группу, для этого мне нужно обратиться в посольство другой страны, отправить свою группу в другую страну. То же самое, приходится вести диалог, и лишь в очень плодотворном сотрудничестве с посольствами и госструктурами, и особенно при их поддержке, мы можем прийти к значимым результатам по продвижению артистов. Мы очень рады, что у нас есть эта группа. У нас есть возможность играть здесь. И хочется сказать спасибо Илье Логутенко за то, что он собрал всех людей и организовал это невероятное мероприятие. И у нас появилась возможность выступить здесь. Для меня Ави Рокс это проект, который географически образовательный, потому что, во-первых, это, по-моему, единственный музыкальный фестиваль, который в этой части России имеет международный статус. Мне кажется, эта история очень важная, потому что мы все-таки здесь, наверное, больше Азия, чем Европа. И то, что делает Илья с коллегами, это имеет не только в Владивостокске такой своеобразный формат. И вот это одна важная история, а вторая важная история – это история той образовательной части, которая позволяет фестиваль называть все-таки фестивалем, конференцией. И в этом смысле хотелось бы, чтобы образовательная часть развивалась. Возможно, в этом на каком-то этапе примет активное участие и наш федеральный университет. Переговоры об этом у нас уже на самом деле идут не первый год. Мы пока потихонечку постараемся интегрировать наши молодежные студенческие группы в этот фестиваль. Пытались в этом году сделать и площадку чисто студенческую. Ну, я думаю, что все это найдет свое отражение в Вероксе 2016-2017, не знаю, в каком-то году, конечно, найдет. И в этом смысле тождественность музыкального фестиваля, конференции и любой университетской образовательной творческой истории, мне кажется, несомненной. И эти два проекта, мне кажется, неминуемо должны сойтись. Искренне хотелось бы пожелать, чтобы фестиваль произрастал в партнерами именно государственного масштаба. И тогда, мне кажется, он может стать действительно глобальным явлением в том регионе, в котором мы с вами имеем счастье жить. А, это саундчеки, я думаю, что-то время не сходится какое-то. Распорядитель, распорядитель сцен главный сидит. Что, все идет, связь идет, пресса пишет, все хорошо. Честно говоря, я не люблю большие фестивали, где очень много сцен и людей. Там теряется чувство гостеприимства. У маленьких фестивалей более камерная обстановка, и у нас с вами больше возможностей наладить человеческие отношения при таких встречах. Да, это интересный город для проведения фестивалей. Потому что он компактный. Я знаю, что город не так уж и мал, но центр города достаточно небольшой. У вас много красивых видов. Замечательная набережная. Я понимаю, что есть определенные политические и общественные установки в головах людей. У жителей, как и у государства, должно присутствовать желание делать и участвовать в подобных мероприятиях. В России еще нужно проделать огромную работу для того, чтобы использовать потенциал современной музыки для экономического, туристического и культурного развития. Это важный вопрос, потому что в России много талантливых музыкантов, много интересного искусства, о котором в мире никто не знает и не догадывается. И единственная причина, которой люди не знают об этом обычно в том, что мы не наладили общение друг с другом. И это можно изменить. Почему нет? Да, почему нет? Спасибо. Я вот сюда, когда летел, я думал, вот с чем у меня ассоциируется город Владивосток. Ну, понятно, кроме группы Мометроли, у меня ассоциируется с клубом BSB, с группой мексиканские пчелки-убийцы. Ну, вот все ассоциации, которые у меня есть, они носят так или иначе музыкальный характер, да? И это не потому, что я работаю в музыкальном бизнесе. Огромное количество городов у меня ассоциируется совершенно с другими вещами. Там Тула с пряниками, не знаю, там Сочи с шашлыком и армянами. А вот Владивосток у меня ассоциируется именно с музыкой. Всем привет! Я Максим из группы Свобод, да, из города Владивосток. Тише, тише, нам пора бежать. Verox для нас это как бы колыбель такая. Получается, мы всего играем год, а на Verox уже второй раз. И он как бы у нас сначала... Мы записали одну песню, нас сразу взяли на Verox для этой песни. Мы первый раз выступили на нем, и он нас взрастил, и вот теперь мы серьезная банда. Не нужны причины, просто так нам нужно тише быть здесь. Фисваль очень клевый. Такого Владивостоки не было никогда. И если они там куда-нибудь уедут или перестанут здесь этот фисваль делать, все упадет крахом. И мы все уедем. Отличный фестиваль, очень нравится. Он нужный главное, нужный для групп. Для молодых. Стол и крикки той звезды, что по-выше нужно, тише быть здесь. Большинство групп ошибочно полагают, что если они переберутся в западную часть России, может быть там переберутся в Европу, они считают, что именно там происходит весь шоу-бизнес, и что если они там появятся, то сразу все начнет развиваться очень быстро, все их будут любить, носить на руках. Но на самом-то деле начинать нужно с Владивостока, поскольку Владивосток весьма интегрирован в Азию, и Verox сам по себе как мост. По поводу фестиваля, то, что он нам даст, мне кажется, мы пока еще до конца не осознаем то, что он нам даст. Потому что, честно говоря, мы даже не ожидали, что все будет так спланировано. Я не хочу ничего плохого сказать ни про город вообще, ни про этот фестиваль, но когда мы сюда ехали, нам казалось, что здесь будет какой-то колхоз. Ну, как обычно в России, да? Приехав сюда, мы поняли, что очень все грамотно, спланировано, все продумано, все для музыкантов, все для зрителей. Это было... Я был удивлен. Мы были в восторге от китайской группы Second Hand Rose. Это просто нечто. Весь концерт просто с открытым ртом. Это было невероятно. Кто у нас готовится как раз... Кто у нас Second Hand Rose, да, готовится? Группа Second Hand Rose была образована в Китине в 2000 году. Сегодняшний день в группе уже 15 лет. Наш музыкальный стиль в тесне связан с традиционной музыкой с севера Китая. Мы были очень рады приехать в Россию, потому что на самом деле у русской культуры и культуры с северо-восточного Китая много общего. Поэтому мы очень счастливы выступать. У китайцев очень сложная душа, но в жизни они не выражают открыто свои чувства. Поэтому мы показываем это все на сцене и в более ярком свете. Мне кажется, мы можем сотрудничать во многом. Мы приехали сюда еще с одной целью – узнать больше о местных музыкальных коллективах. Вчера я скачивал из интернета русские песни и думал о том, как можно использовать некоторые элементы в нашей музыке. Основная тема моих песен – это борьба за любовь. Я думаю, что музыкальный фестиваль может стать важной частью международных отношений. Американцы любят говорить, что если бы во всех хранах была демократия, войн бы не было. Но мне кажется, что ничего не сближает людей лучше, чем музыка. Именно музыка делает общество цельным, люди начинают понимать зарубежные храны гораздо лучше. Я думаю, это рецепт мира. Привет, я Джейн из группы Jane the Nines. Короче, мы оба из The Nines. Мы на Verox, и мы влюблены во Владивосток. Привет, Verox. Мы Rock'n'Roll Radio из Южной Кореи. Привет, мы Quarterback, прямиком из Тайваня. Мы Mojo из Токио. Хару и Масуни. Хару и Масуни. А мы с тобой Дабу Гару. Ха-ха-ха-ха-ха. Ооооооо. Отлично проводи время! Наслаждайся! Что еще нужно? Кайфуй! И это все! Все хорошо, все идет беззвоя! Вчера впервые увидел группу «Муми Тролль». Да, это было выступление под гитару, но это было невероятно. Божественная атмосфера. Внимание, с которым люди относятся к их песням, в свою очередь доказывает, что люди здесь любят музыку. И если они могут погружаться так глубоко в музыку одной группы, они смогут раздвинуть свои музыкальные и культурные горизонты еще шире. Основной группы. Кто бы еще мог подумать недавно, может быть, к понятию русского рока мы привыкли, да, но что такое китайский рок, японский рок, мы, что такое китайский рок, мы вообще даже никогда не слышали, что такое японский рок, мы, может, слышали, мы никогда не видели, что, оказывается, в корейской музыке, кроме генгемстайла, есть миллион других самых различных, серьезных, не очень зажигательных коллективов, теперь знают не только, скажем так, специалисты каких-то музыкальных блогов или проживающие в этих странах, а вот так вот запросто могут увидеть жители города, среди которых, может быть, сегодня еще нет любителей этой музыки, но все, как говорится, познается в сравнении, казалось бы, какие-то экзотические и непонятные вещи в раз могут не только завоевать ваше внимание, но еще и выдавать симпатии, симпатии, интерес, которые потом остаются, которые мне бы очень хотелось, чтобы зрители, участники фестиваля оставляли на будущее. Ты ножки-то не мочи у меня, не мочи, нас снимают, скрытая камера, и мы говорим, ну вот, все и закончилось, наконец-то, как будто, знаешь, все закончилось, и они сидят и смотрят на этот самый. И радуются. До новых встреч! ВЕРОК! Добро пожаловать на ВЕРОКС-2016. Рок Владивостока. Главный фестиваль свободного порта. Родинск. Рок Владивостока. Продолжение следует...